У меня же есть пакетик с чеком. Мне кажется, что мне надо было и то тоже купить. Мне плевать, на самом деле. Я, наверное, живу каким-то прошлым, честно говоря. Я офигела. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И, наконец-таки, это видео дождалось. Точнее, я дождалась этого видео, потому что это покупочки с Черной Пятницы. Как вы знаете, когда я что-либо купила, у меня все стоит в пакетах. И я прям принципиально не достаю. Но, может быть, одно что-нибудь достану, если прям очень мне хочется это надеть на себя и куда-то пойти. Но, в основном, оно все стоит. И даже я не расставляю по местам, потому что просто потом все это не найду. И мне кайф вам показать вот именно прям в коробочках, как оно все было, продавалось, лежало. Поэтому все у меня здесь сейчас в пакетах. Магазины разные. Зара, Лауф, Першка, Рибок и другие магазины. И сейчас я вам все потихонечку буду показывать. Первое, кстати, я хочу показать. Вот это вот, знаете, как свитер-платье из магазина BeFree 100% хлопок. Его можно носить как свитер. То есть, ну, как тунику, да, такую длинную, вязанный он молочного цвета, не белого. И можно носить, то есть, самостоятельно как платье, да, под обувь. Я себе искала вообще белое платье очень давно. Смотрю на разных сайтах, на распродажах, везде, где я обычно беру. В общем, очень сложно найти вот такой длины белое платье. Но вообще, честно говоря, я хотела взять не такой вот вязкий, да, оно прям такое немного объемное, а прям такое вот трендовое, как сейчас. Я смотрела вот эти вот свитера. Они как раз-таки вот такой длины, вот такого объема, вот такого кроя. Они сейчас очень модные и трендовые. И я его купила со скидкой, оно стоило 2,250, по-моему, да? Ой, а чё ж я? У меня же есть пакетик с чеком. Да, оно стоило, в общем, со скидкой 50%, так что чёрная пятница была. Я взяла его за 1149 рублей 50 копеек. Считайте, сколько оно стоило. На самом деле там были ещё другие удлинённые, с разрезом, прям белые такие, да? Свободные, свободного такого силуэта, то есть не обтягивает, и это тоже не обтягивает. Сейчас покажу вам. Они как раз-таки сейчас в моде. И ещё они были с разрезом. Мне кажется, что мне надо было и то тоже купить. Но всё уже, чёрная пятница прошла. Где-то она шла один день, например, в заре вроде бы один день она шла. А вроде бы и нет. Не помню уже. Я была только в чёрную пятницу день в день. На следующий день мы тоже, по-моему, были, или в воскресенье мы встречались с Полиной, но что-то я не помню. У кого-то ещё оставались, у кого-то нет. Чёрные пятницы эти. В общем, не суть. Классный свитер, он мне пригодится. Вообще, я хотела носить под кардиган. У меня есть белый кардиган, и я хотела одеть платьице коротенькое. То есть я выбирала специально не длинный такой свитер, а короткий. И сверху кардиган. Хотела одеть чуть-чуть подлиннее, да? И под серые ботфорды. Мне вот прям так хотелось. У меня есть белый свитер, но он очень объёмный, из зары, да? В нём очень жарко. Хотелось что-то полегче. И тем более хлопок. В общем, я взяла этим свитер туника. Я им довольна. И в BeFree, на самом деле, очень много вот таких вот трендовых вещей. Причём такого хорошего качества. То есть натуральный хлопок или что-то другое. В общем, зацените. Вот это классное приобретение. Кстати, я тут немного меряю вещи. И хотела бы просить вас не обращать внимания на мои белые ноги. Да, они очень белые. И я вообще люблю загоревшие тела. Поэтому в ближайшее время я отправлюсь в солярий. И буду немножечко поджаривать свои ножки, чтобы был красивый цвет. Тёплый. Этот. Здоровый. Поэтому не обращайте внимания. Просто смотрите на то, что я вот купила. Фьюфрик. Всё. Я купила только этот свитер. Дальше в Заре. В Заре покупок было немного. Я купила только одни брючки. Почему-то то, что мне нравилось, оно было без скидки. А то, что со скидкой продавалось, там не было либо размеров, либо всё-таки цена, мне казалось, сама по себе просто высокая, либо мне что-то не подходило по комфорту. Например, дубленка там светленькая. Авиатор, да, такая прикольная белая. Мне понравилась. Она стоила так 10. А так со скидкой 50% 5 стоила. Но всё равно я её не взяла, потому что она была не мягкая. Она была жестковатая. Я даже зашла потом в... Куда я зашла? Бершку. По-моему, зашла в Бершку. И там авиатор, он был без скидки. Такого же примерного цвета. Но он был намного мягче. Он стоил 6500 без скидки. Вот я бы хотела что-то мягенькое себе купить. Поэтому в Заре, в общем-то, я давно хотела себе купить вот такие брючки. Они с завышенной талией. Это клетка такая, да. Немного укороченные. Тоже они стоили 2,299 на чеки. Видите? В Заре вот такие вот значки на вещах со скидкой были. То есть я купила с 50% скидкой. Кстати, вот что касается вещей, да, вот эти H&M, Зара и другие, особенно у кого есть сайты, всё можно проследить, скидки реальные 50%. Что не скажешь о бытовой технике. Бытовая техника, правда, я даже с мамой говорила. Она говорит, что там, ну, немножко всё сложнее. И не так, что вы в Чёрную Пятницу прям сильно себе что-то выгадаете, да. Действительно, там, в общем, за 2 недели там могут быть одни цены, потом они меняются, другие. Они не могут делать такие скидки, да, вот прям 50% или 40%. Там очень много зависит от закупочной цены. Это мне кто-то просто писал. А как ты думаешь, реальная или Чёрная Пятница в магазинах бытовой техники? Там всё сложнее просто. Скидка, может быть, и будет, но она будет совсем небольшая, да. То есть не выгадаете особо сильно. А вот что касается Zara и других магазинов, да, в торговых центрах, то действительно люди следят и знают за ценами, да. И в Zara действительно была скидка 50% на то, что продавалось в 2 раза дороже, понимаете. И это очень круто. В общем, вот такие брючки я давно хотела. Они тоже сейчас трендовые такие. И вот прям мне хотелось такие. Я их нашла и купила вот очень дёшево. Тоже зацените. Я вот этой покупочкой тоже безумно довольна. Размер S-очку взяла. Состав полиэстер 33% вискоза и 3% эластан. S-ка. Я даже думала их не мерить. А я их даже и не мерила. Кстати, да, я их не мерила в магазине. Я просто купила S-ку. Я была уверена, что мне подойдёт. Я пришла домой, думаю, ну если что, поменя. Я пришла домой, их померила. Они идеальны просто на ней сидят. Дальше обувь. Я зашла в Рибок. Одна женщина-стилист. Мне нравится. И вообще я не одну смотрю стилист. Но есть одна стилист, которая мне прям очень нравится. И я много её видео смотрю разных. И она рассказывала о своей базовой обуви. Эта базовая обувь была Рибок. Я была удивлена, потому что на фирму Рибок я раньше как-то вообще не обращала внимания. Я купила кроссовки белые базовые Рибок. Когда пришла ко мне Настя делать мой гардиоп, да, она взяла из всех моих кроссовок только одни кроссовки, на которые даже и подумать не могла, что эти кроссовки такие универсальные. То есть их можно и как под спорт одеть, и как под платье одеть. Одни. А остальные, она говорит, Анютя, под спорт. Понимаете? А я же брала и под платье, чтобы носить и так далее. То есть я поняла, что я вообще не разбираюсь, что за кроссовки, какие они должны быть базовые, чтобы они могли пойти и под костюм, и чтобы они могли пойти и под платье, и под какой-то костюм не спортивный, да, а какой-то, может, классический. Ну как, вот носит же, да, вот белые, это же вообще база-баз. Вот кеды носят, там, ещё что-то. Я хотела такие удобные кроссовки. И в итоге я смотрю это видео. Спустя много-много лет я поняла, что у меня всё-таки нет тех базовых белых кроссовок, которые я всю жизнь искала. У меня, блин, белые обуви, пять пар, и все не туда. Да, и она показывает кроссовки Рибок и говорит о том, что она их когда-то давно купила. Это модель 90-го года, на самом деле. Она не менялась с 90-го года, как сделалась. И она говорит, вот эти вот классические Рибок, ей нравятся. Она проносила их в пять лет. То есть я понимаю, что я доверяю стилисту, который говорит, что это база-баз. И когда у неё износились эти кроссовки, там, через пять лет, да, всё-таки белые, там, за ними уход нужен, все дела, она пошла и купила точно такие же. Всё-таки, что если об этом говорит стилист, и она не говорит о каких-то там Луи Витолан или Баленсиаге, она говорит о каких-то недорогих, да, там, кроссовках, причём которые всем нам доступны, я подумала о том, что я, блин, хочу себе эти кроссовки, которые есть у стилиста, которая их хвалит, и которая сама уже проносила их тысячу лет. И я подумала, что я себе хочу. Они полностью кожаные, да, кожа это, кстати. Это же должна быть кожа, я даже не знаю. Честно говоря, я даже не посмотрела. Насколько бывает доверие. Вот я, бывает, смотрю на человека, да, мне настолько нравится, как он всё это делает, ведёт, несёт. Я просто могу ему просто довериться, что нравится ему. Даже нигде не написано. Наверное, это кожа, блин. Я думаю, что это кожа. Стоили они 7500. Я их купила со скидкой, как раз я зашла в Рибок, и были скидки в Чёрную пятницу, они стоили с 30% скидкой. Я их купила за 5500. Мне кажется, это хорошая такая покупка от стилиста, которого я смотрю, да. И я прям проношу эти кроссовочки под всё. А у неё, кстати, далеко не спортивный стиль. То есть в её образах я редко вижу прям спортивный. Она, во-первых, взрослая женщина, да, но как-то видно, не девочка молодая. И она одевается очень так со вкусом. У неё такой своеобразный стиль, но он далеко не спортивный. И эти кроссовки как бы для неё база, понимаете. Поэтому под меня тем более будет база-база. Я очень довольна. Короче, они такие беленькие, классненькие. Мне тоже кажется, они подойдут под всё. В общем, покупка просто перфект. И, в принципе, у них достаточно удобная посадка и все дела. Единственное, что одну пару я померила, мне немного левый как-то был дискомфортно. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, другую пару. 37,5. У них есть половинки, кстати. Это хорошо, потому что 38 был большеват, 37 был бы маловато, 37,5 вот идеально. И она мне принесла другую пару, которая села идеально. Вот такое бывает. Это строение ног или обувь по-разному делают, да. В общем, красота. Нормально? Я вообще не спросила, кожа это или нет. Ну, мне плевать на самом деле. Поехали дальше. Покупочки по нарастающей. Так как я сейчас покупаю много разной одежды, базовой, да, то, естественно, и я поняла ценность сумок. Сумки очень важны для образа. Они законченный образ делают. В общем, сумки важны, сумки нужны. А у меня, как я так посмотрела дома, у меня один мой черный рюкзак. Хорошо, что я сейчас подбираю образы какие-то, где рюкзак мой везде в тему. И одна сумка, которую я брала в Love Republic. Но она, мне кажется, даже вот какая-то не зимняя. Она такая немного светлая, молочная, какая-то такая вот вся, немножко и сама по себе легкая модель. Не знаю почему, но кажется, какая-то не зимняя. Поэтому я себе хотела уже купить другую сумку. Я зашла в торговом центре Mega. Есть такой магазин Love. Это немецкая марка. Отшивается все у них в Турции. Немцы отлично делают все, да, вот Love. И в Турции я, честно говоря, качеством всегда довольна. Потому что те костюмы даже спортивные, которые у меня есть, турецкие, семь лет износу им нет. Я прям стихами заговорила. В общем, вот такая сумочка. И, честно говоря, это не такая импульсивная покупка, которую я случайно увидела. Я уже на нее заглядывалась. Я в этот магазин заходила. Там просто работает знакомая. Моего брата. И я тогда на нее еще посмотрела. Мне она понравилась. Она, в принципе, недорого стоит. Всего лишь две с половиной тысячи она стоила. Вот. Ну, я так посмотрела и думаю, ну, такой цвет. Как бы не знаю, что под что. В общем-то, я ее так посмотрела. Еще одна там была сумка. Я ее посмотрела. Еще какую-то сумку посмотрела. Ну, я думаю, ладно, как-нибудь, может, зайду. Ну, и когда случилась черная пятница, увидела издалека эту сумку. Опять заглядываю в этот магазин. Снова работает подруга моего брата. И я опять заглядываю в эту сумку. Кстати, моя сумка, которая бежевая, молочная, она тоже открывается так. Но у нее, например, проблемка есть, что вот здесь вот она негладко проходит. Вот здесь. И когда я взяла эту сумку и начала открывать вот эти боковинки, они здесь намного легче проходят. Мне нравится, что вот так все открывается и все видно. То есть она не вот так открывается, где надо руку вот так взлысовывать тяжело, понимаете, и царапать вот этой змейкой себе все руки. Она открывается вот так. Здесь есть кармашек у нас, да. Плюс мы закрываем, смотрите, она вот так вот раз мягенько проходит. И здесь мягенько проходит, несмотря на то, что здесь вот такие вот закругленыши. С другой стороны у нас здесь тоже отверстие, кармашек, отверстие. И здесь тоже. Вот так все объемненько. И здесь у нас закрывающийся кармашек. Вот. Это не кожа, это кожзам. Но качество я почувствовала хорошее. У них была скидка 20%, по-моему, в общем, 2000 я ее взяла. Да, 500 рублей скидка получилась. И она идет с ремешком вот с таким вот и вот с такой ручкой. Мне, кстати, очень нравится, что вот как маленький такой чемоданчик. И у меня есть же почти такого цвета обувь. Одна есть более темного цвета, другая чуть светлее. Вообще идеально, да. Вот даже вот это платье, вот эта сумочка. Одеть какие-то из тех двух сапогов. То есть одни казаки у меня, другие тоже казаки, но более темные. И вообще она идеально вот впишется. Короче, она классная, аккуратная. И в других магазинах... Кстати, здесь напишено Париж. Дэвид Джонс Париж написано. Интересно, может это какая-то коллекция и на замочках везде написано Дэвид Джонс. Здесь вот, кстати, присобачивается. Я своим языком уже начну. Ремешок. Ремешок такой тоже коричневый. Раньше сумки, я где-то это в одном из видео у там стилистов или кто разбирается во всем этом, в трендах и все делах. Раньше было модно, где бедра, чтобы сумка заканчивалась. А сейчас модно, чтобы она была чуть-чуть повыше. Либо где вот косточка, да, вот эта вот бедра. Либо вообще подмышкой, либо вот так держать сумку вот модно сейчас, да. Вот типа того. Ну или в ручке вот так. Поэтому ремешки теперь не сильно длинные делаем. Мы их немножко укорачиваем. Сейчас я везде их укорочу. И посмотрите, в общем. Я уже трендово одену сумку, чтобы вы поняли, какой длины она должна быть. Вот, и еще одну сумочку купила. Это Диккен Бай. Вот такая маленькая сумочка. Да, по размеру она чуть-чуть меньше этой. Нет, не намного. Ну, такой цвет базовый. И эту сумку на самом деле я присмотрела давно. Она кожаная. И она уже, когда я на нее смотрела давно-давно, она уже стоила с хорошей скидкой. Вообще цена этой сумки 25 тысяч рублей с чем-то. Вот, она уже стоила с хорошей скидкой. 23,800 ее цена была. Вот, когда я на нее смотрела, у нее была уже хорошая скидка тогда. Но все равно, даже 50% скидка, понимаете, это дороговато. Эта сумочка, кстати, вот она там была. Еще были другие цвета. Вот такого, рыжие прям цвета были тоже вот этой сумки. Через какое-то время я зашла в магазин. Их уже не было вообще никаких. Ни этой сумки цветом, ни тех рыжих не было. Я подумала, ну все, распродали. Потом через несколько месяцев снова появилась. Вот я зашла на Черную Пятницу, я увидела вот эту сумку. И она уже стоила с еще большей скидкой. И, конечно же, эта скидка, которая была в Черную Пятницу, меня еще больше приманила. Я все-таки раскошелилась и взяла себе две сумки, в общем-то, вот такого цвета. Так что у меня теперь Дики НВА есть. Мне фирма эта нравится. У меня есть обувь Дики НВА, шлепки, на которые все всегда обращают внимание. Говорят классные, классные. Кстати, вот эта вот штучка мне нравится. Потому что у меня рюкзак ГЕС, который был, там тоже что-то там висело много всего. Я все время звенела. И я раньше думала, что меня это будет раздражать. Вот эти все приколюшки, да. Но на самом деле не раздражает, очень даже прикольно. Но если будет раздражать, я это сниму. Сниму. Хотя, если это снять, будет уже, наверное, не то. В общем, вот это, мне кажется, цвет вообще базовый. Плюс она кожаная, значит, ей, можно сказать, сноса не будет. Эти сумки недорогие получились у меня. Несмотря на то, что фирма хорошая. Вообще, у меня в планах есть сумка купить одна DKNY. Она стоит где-то 16 тысяч. Скидки на нее как-то не распространяются никакие. Она черная с серебром. Единственное, есть у меня сомнение, потому что большими, огромными буквами написано DKNY. И я не совсем уверена, что мне будет классно. Я не очень люблю, когда большими буквами написано, знаете, вот так вот прям. Фирма какая-то, если она тем более хорошая, огромными буквами. Аж кажется, что какой-то залипом, если честно. А я не люблю покупать реплики. С недавнего времени, не знаю, несколько лет уже, как я не люблю покупать реплики. И не покупаю их принципиально. Я лучше куплю что-то подешевле, какой-то middle сегмент, но не реплику. И еще одна сумочка. Она, да, примерно такого цвета, наверное, более молочного. Я присмотрела фурла. Размеры не такого маленького. То есть там есть такие маленькие, они стоят 18 или 19 тысяч, по-моему, да. А вот побольше размер стоит 24 тысячи. Но, к сожалению, сейчас, да, я, конечно, ходила по этим магазинам, все выбирала себе. И это, ну, как бы большие цены. Хотя это не самое дорогое, что можно взять, да. Есть сумки еще намного дороже. И около 100 тысяч рублей, и более 100. Конечно, я хочу все это, и стремлюсь к этому. Но сейчас у меня другая задача. У меня квартира впереди, ремонт. И я понимаю, что туда надо вкладываться. Даже эти покупки, возможно, они, как бы, лишние. Но, так как я такой шипоголик, я люблю эти все магазины. Я не могла пройти мимо Черной Пятницы. Поэтому, если бы все это купила, я считаю, что нужно себя радовать. Маленькие радости. Тем более, все под контролем у меня. Тем более, у меня есть мужчина. Так что я могу себе позволить. Дальше я купила еще себе головную борту. Так, он здесь немножко примялся уже такой. У меня, кстати, уже несколько головных уборов. Кстати, вот этот головной убор я тоже купила со скидкой. Это фирма Стефанел. Итальянская. Made in Italy. Смотрите. Кстати, кажется, она такая летненькая. Но здесь классный состав. Я сейчас вам скажу. Здесь 50% шерсти и 50% акрила. То есть, это шапочка такая. Она даже тепленькая нам будет. Только она лежала у меня в пакете и все как-то непонятно примялась. Так. Я вообще люблю какие-то такие шляпки. Особенно, когда у Насти увидела черную шляпку. Я захотела себе тоже. Конечно, это не сюда. Она такая серая, видите, такая холодная. А у меня сейчас какие-то молочные теплые, золото. Но вообще, я ее примерила. Она мне очень понравилась. И я захотела себе приобрести. Хорошая скидка она была. Да. Очень хорошая скидка. И вообще, она стоила 8700 в магазине. Представляете? А я купила ее за 1600. Мне кажется, она мне очень идет. Вообще, я люблю, честно говоря, эти всякие шляпки. У меня в этом году, вот в этом месяце, очень много покупок. И у меня прям разнообразные головные уборы. Панама. Кепки. Опа, заговорили о кепке. Кепку нашла. Вообще, я проходила очень много магазинов. Последний день был Черной Пятницы. И, честно говоря, ни в одном магазине на кепке не было скидки. То есть, на определенный товар есть скидки, но на кепке ни в одном магазине не было скидки. Когда я говорю о скидке Черная Пятница, сейчас мне говорят, на кепке у нас не распространяется. Представляете? Кепка вообще у меня одна черная есть, с серебром. Здесь Лондон написано. Я уже о ней рассказывала, чем она ценна. Тем, что она из самого Лондона, как бы, да, и что это подарок, как бы, отжало, можно сказать. И она очень классно подходит. Она классной формы и вообще классная кепка. Я в сторис снимала очень много разных кепок. Мы ходили и в Хьюго Босс, и в Томми Хелф Пиггер, и... То есть, в хорошие магазины заходили, и в ГЕС, и... В общем, во все магазины в Горизонте мы зашли и посмотрели кепки. Самые дорогие кепки оказались... Это Томми Хелф Пиггер. По-моему, Мисс Сиксти. Около 4-5 тысяч стоят кепки. Потом Хьюго Босс 3 тысячи стоит кепка. Армани тоже что-то там 3-3 900. Сегмент, кстати, который у них молодежный там идет, линейка. Молодежный сегмент. Что за слово сказала? Подходит ли она вообще сюда или нет? Но, так как я раньше кепки совершенно не носила вообще, то есть, это в последнее время, я поняла, как их нужно носить, и как они смотрятся. В общем, я по-другому взглянула после того, как я начала смотреть стилистов, в общем, да, менять свой стиль. Я захотела себе просто черную кепку или, может быть, с маленькой минимальной какой-то надписью. И, конечно, кепки очень дорогие, мне показались. Я думала, что они будут стоить, ну, максимум полторы тысячи, да, там, ну, максимум две. Даже где-то в Томми Хелф Пиггер. Я, наверное, живу каким-то прошлым, честно говоря. Иногда мне кажется, что кроссовки, они должны стоить недорого. Когда я посмотрела, что найки стоят 13-15 тысяч, я офигела. А когда успели цены так подрасти? Совсем недавно же покупали по пять. Время безбожно идет. И, в общем, что касается кепок, я прошлась по всем этим крутым магазинам. Больше всего форма кепки мне понравилась. Томми Хелф Пиггер. Мне понравилась серая кепка. Даже не черная. Черная у них какая-то бархатная. И все, в принципе. Если бы я вернулась за какой-то кепкой, то это только в Томми Хелф Пиггер за серой. То есть черную кепку я так идеальную и не нашла. Из таких вот хороших марок, да, которые я знаю. Но я зашла в Бершку, девочки. И за тысячу рублей купила себе классную кепку. Тоже она была без скидки в Черную Пятницу. И она, смотрите, сделана полностью под кожу. То есть на эту кепку мне не жалко было денег. Плюс с ней можно попасть под дождь. И, в принципе, она подходила всем моим требованиям. Другие черные кепки, вот понимаете, они форм не той. Они делают что-то не то. Вот эта кепка класс. У нее здесь идет квадратненько, видите, вот достаточно квадратненько. А у многих идет вот просто вот как-то вот так, облегает твою голову, да. Мне это не очень нравилось. Мне хотелось, чтобы она была квадратненькая. Потому что я не люблю натягивать кепки вот так полностью, да. Это не то. У меня кепочка должна быть вот здесь, наверху. И, в принципе, как бы так потаскать на время можно. Я думаю, что она не очень долговечная, честно говоря. И в планах у меня, конечно, купить хорошую качественную кепку. Во многих еще магазинах кепки были какие-то летние. Видно, да. В общем, надо еще искать, присматриваться. И чтобы условия все сошлись, возможности и кепка та, которая нужна, и тогда я прикуплю. В общем, вот так вот, черная кепка, с которой можно попасть под дождь. Из биржки за тысячу рублей. Что еще? Все? А, нет, еще. Еще я зашла в панда-шоп, купила себе масочки. Масочки. Ой, мне дали там еще конфетки и пробнички. Пять масок за 315 рублей. И они такие разненькие здесь, знаете, там чай, мед, алоэ, это водичка с водой. И лайм. Вот, вот такие вот пять масок, классно попробовать. И они 315 рублей. Мне кажется, очень дешево, они со скидкой были. И еще взяла такую штуку, тест, который я уже сделала на своем втором канале. Ссылочку оставлю. Это ботокс для волос за 120 рублей. Сейчас я найду. Вот такая маленькая штучка, которая творит с волосами чудеса. Обязательно пройдите, посмотрите обзор, посмотрите до и после. Просто офигенно. Она стоит 120 рублей, но иногда бывают на нее скидки. На нее, кстати, скидки не было. На одно применение 120 рублей, в принципе, не жалко. Жалко, да, но у меня знакомые покупали и по 60 рублей, когда была на них вот скидочка. То есть можно попасть на скидку. Классное средство, я вам скажу. Посмотрите обзор, ссылка под видео. Еще я на распродаже в Черную Пятницу заказала себе на сайте H&M еще один пиджак. Заказала из той же серии, что у меня клетчатый пиджак, но заказала серый. Такой он темно-серый. У него рисунок елочка. И удивительно, что он стоил и так, там, 2, 229 рублей, по-моему. И даже не было шансов, что в Черную Пятницу он будет дешевле, но оказалось, что на сайте было минус 20% на все. И, соответственно, этот пиджак я вообще заказала за 1800 там с копейками. И вот жду его, он еще не пришел. И был единственный размер 42-й. Все остальное было распродано. И все другие варианты этого пиджака тоже были распроданы. Поэтому 42-й у меня тот пиджак, и этот тоже 42-го ждал именно меня. Поэтому я с нетерпением его жду очень-очень. Вот теперь все, мои хорошие. Вот такие покупки в Черную Пятницу. Да, немного покупок всяких разных, но тем не менее я потратила кругленькую сумму. И, честно говоря, руки бы себе поотбивала, но не буду, потому что я себя люблю и люблю себя баловать. Поэтому я хочу наслаждаться всем, чем я купила. И в ближайшее время смотрите всякие мои луки, обзорчики в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там чаще всего я выкладываю свои луки, потому что там делать удобнее. Всегда подбираю что-нибудь новенькое. В общем, я кайфую. Да, от всех покупочек я кайфую. Все, мои хорошие. Пишите в комментариях, что понравилось вам. Какую покупку из этих всех вы считаете самой крутой, самой классной. Что бы хотели из этого всего приобрести себе. И пишите в комментариях, что вы купили на Черную Пятницу. Не обязательно, может быть, все перечислять. А вот именно прям самое классное, что вам попыталась вруать на Черную Пятницу. Были ли вы вообще в магазине на Черную Пятницу? А если не были, то почему и как вы к ней относитесь? Я жду, в общем, ваши комментарии. Пообщаемся там. Ну, а пока ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok